В РФ заявили о взрывах в Подмосковье и работе ПВО. В Московской области, РФ, в районе городов Люберцы и Раменск в эту ночь, 10 сентября, прозвучали взрывы. Причиной стала работа противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников. Об этом сообщает Новости Украина, со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram. По словам мэра столицы страны-агрессора, силами и средствами ПВО в городском округе Люберцы была отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений пострадавших нет, утверждает Собянин. Московский мэр рассказал, что на месте происшествия ведется работа экстренных служб. Позже он добавил в своем Telegram, что в Раменском городском округе якобы были сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву. Еще позже Собянин заявил, что в районе Подольска были сбиты еще четыре дрона, направлявшиеся в сторону Москвы. Между тем в сети были обнародованы кадры о ночной Бавовне в Подмосковье. В сети пишут о якобы шести взрывах, которые были слышны в районе Жуковского, и работа ПВО в районе Щурова-Бомчарова. Добавим, Россес имеет сообщает, что московские аэропорты Внуково и Домодедово были закрыты на вылет и прилет из-за этой ночной дроновой атаки. Был введен так называемый план «Ковер» — воздушная атака в РФ и в оккупированном Крыму. Ранее сообщалось, что поздно вечером 9 сентября стало известно о взрывах, прогремевших во временно оккупированном Крыму в поселке Октябрьское. Как передали в сети, российские захватчики подняли в воздух авиацию с аэродрома Саки. Российские мониторинговые каналы сообщали о вероятном запуске беспилотников в направлении мыса Тарханкут и дальше на восток. В сети также писали о якобы работе ПВО оккупантов в Крыму. Кроме того, российская сторона жаловалась на дроновую атаку в Брянской области, где якобы силами ПВО были сбиты более 20 беспилотников. Добавим, об угрозе дроновых ударов сообщали представители власти Липецкой и Воронежской областей. А губернатор Курской области рассказывал о ракетной опасности в регионе.